Люблю тебя Я своей пишу, читаю без лампады И ясны спящие громады пустынных улиц И светла адмиралтейская игла Не пуская тьму ночную на золотые небеса Одна заря сменить другую Спешит, да в ночи полчаса Так писал Александр Сергеевич Пушкин О своем любимом и великом городе Санкт-Петербурге Городе, который создал не менее великий человек Первый российский император из династии Романова Выдающийся государственный деятель и реформатор Проницательный дипломат и публицист Великолепный кораблестроитель и талантливый полководец И это Петр Первый Человек железной воли и неиссякаемой энергии Его отличали тонкий ум и целеустремленность Чистолюбие и гениальная интуиция Невероятная работоспособность И абсолютная уверенность в себе Но насколько гениальна личность Петра Настолько она и противоречива Да, ведь он мог быть пыльчивым И одновременно хладнокровным Жестоким И милосердным Расточительным И скупым Очень требовательным И снисходительным Грубым И одновременно нежным И все эти черты характера Были родом из его детства И юности Рождение Петра Первого Предсказал монах Симеон Полоцкий Знаменитый ученый, звездочер И воспитатель царских детей Однажды он пришел к царю Алексею Михайловичу И сообщил, что наблюдая за звездами Недалеко от планеты Марс Он заметил новую Невиданную им до доли звезду И истолковал это Как некое предзнаменование Рождение у царя сына Он будет знаменит на весь мир Говорил монах И заслужит такую славу Какой не имел еще никто Из русских царей Слышите? Это же колокольный спон Да, именно так празднули рождение царевича В ночь на 30 мая 1672 года Вторая жена царя Алексея Михайловича Наталья Кирилловна Родила сына Которого назвали Петро Он был 14-м ребенком в семье Но первым сыном у матери Петр Петр рос здоровым и больким мальчиком Уже в полугода он научился ходить Авторы И начали с него учения Подящий Никита Моисеевич Зотов Был первым его учителем Именно Зотов прошел с Петром Азбуку Час от слов Салты Но больше всего Молодой царевич Бил книжки С пустами С картинками А еще Он любил играть С деревянными лошадками И солдатиками Просто обожал громко бить барабан Равняйся Смирно Направо Шагом марш Начиная с четырехлетнего ботинства Детство юного Петра Было омрачено трагическими событиями Внезапная смерть отца Недолгое правление и смерть Старшего сводного брата Федора Ужасная гибель родных Во время стрелецкого бунта 1682 года Все это глубоко запало в душу мальчика И оставило в его памяти Незгладимый след Который отразился на его мировоззрении И психическом здоровье В детстве Смерть ужасную он видел Как бояр на поле поднимали Помнил Как стрельцы в лицо кричали Петр их на всю жизнь Ненавидел Не стремился он сначала к власти Протекала жизнь его безгрежная И считал Петр На большое счастье Проводить дни Средь своих потешных С ними брать крепость И форты Проводить различные маневры А под вечер К милому легкорту Слободу Чтобы успокоить нервы Делать у того Все было он волен Всякое случалось там порою Но все чаще Старшую сестрой Сокий Юный Петр В 10-летнем возрасте Петр вместе со сводным братом Иваном 16 лет Стал царем Иван был очень болезненным А Петр слишком юным Поэтому государственными делами Заправляла их старшая сестра Софья Лишь иногда он с братом Иваном Участвовали в официальных церемониях Для этого им даже построили Специальный царский трон На двоих С 1682 года Семья юного Петра Его мать Родственники Приближенные Переезжают в подмосковный дворец Всего Преображенская Проживание не в Кремле Решало Петра возможность Уполнить правильное Дальнейшее образование Но в то же время Освобождал его от путь Приборного этикета Не имея духовной пищи Но имея много времени И свободы Петр был вынужден Сам искать себе занятия Различия Подвижный Энергичный Петр много времени Проводит в играх Со своими сверстниками Дворцовыми Рубятками Ну и конечно же Игры были военными А ради забавы Петру построили крепость Со стенами Башнями Рвом И подъемным мостом А крепость назвали Потешною Вместе со своими сверстниками Мальчишками Одиннадцать Двенадцати лет Петр создал Потешное войско Где сам служил Барабанщиком А так как он был Ну очень любознательным Но ему всегда хотелось Дойти до самой сути В любом деле Ну и конечно же Чтобы управлять Своими потешными войсками Ему нужно было учиться А делал он это Прямо во время боя Учился приемом тактики Приемом артиллерийского дела Баллистики Математики И картографии Помимо военного дела Федор Преображенском Обладел многими ремеслами Он необычайно трудолюбив И всегда сам участвовал Во всех работах Он помогал устанавливать пушки Помогал рубить бревна И раз И два Участвовал С принести сооружений Мальчики, обед Пора отдохнуть Вот, держите, угощайтесь А что это? А это любимое блюдо Петра Первого Перловая каша Очень вкусная Конечно вкусная Ведь ее для царского стола Готовили по специальному рецепту То предварительно замачивали До двенадцать часов И варили на молоке Затем вставили в печи И заправляли все Сливками Петр вообще не был привередлив Ни в еде Ни в одежде И всегда вставал Очень и очень рано Чтобы все успеть Да, Петр терпеть не мог Безнили И часто говорил Я царь А у меня мозоли на руках Ему очень нравилось Делать все своими руками И затем видеть результаты Своего труда Сохранилось множество вещей Которые Петр сделал собственноручно Лотки Стулья Кабакерки Представляете Петр овладел Двенадцатью специалистами Среди которых кузне Столер Корабельный дел мастер Шкифер Но самым его любимым было Покарное дело Молодой царь хотел узнать и уметь все И его любознательность Привела в расположенную по соседству С преображенским немецкую слободу Кстати В Москве всех иностранцев называли немцев Да Абсолютно всех Они не очень любили общаться с ними Они их скоронились А вот Петру же было безумно интересно В немецкой слободе Конечно Ведь здесь все было другое Европейское Юного царя Интересовали их Музовку Церкви Школы А чем? Именно в немецкой слободе Тот разносит множество товарищей Среди водных Аптекарей Но самое большое влияние На формирование личности юного Петра Оказали Патрик Гордон Полководец Инженер Учивший Петра военному делу Франц Тиммерман Который обучал Петра Арифметики и геометрии Но самым лучшим другом Стал уроженец Женевы Франц Лефорт Который рассказывал О европейских странах Учил иностранным языкам Фехтованию И танцам Юный Петр Любил проводить время С остроумным и легким В общении Лефортом И как-то раз Во время прогулки Они, гуляя в Измайлова Зашли на льняной двор О! А это что за судно? Спросил Петр Лефорта Когда они заглянули В один из амбаров Это английский ботик Правда немного старый Дряхлый Петр походил Петр походил вокруг судна Да и говорит Да, неплохо сделан А чем же он отличается от наших? От тем, что может ходить Под парусом как повер Так и прочих Петр очень удивился Спрашивает А есть ли мастер? Чтоб смог починить его? Думаю, найдется Ответил Лефорт И действительно Нашелся такой мастер В немецкой слободе Голландец брат Который и починил Старый ботик Как называл его Петр Первый Дедушка русского флота А откуда такие подробности? Да вот из этой книги Петр Первый Собственноручно Описал эту историю В предисловии К морскому уставу 1720 года И как он вспоминал Частенько просил Лефорта Поуправлять Порулить этим ботиком Но река Яуза Была очень узкая И борта ботика Все время упирались В берегах И тогда Петр Велел перевезти ботик На Плещеево озеро Под Переяславлем Да После Яузы Оно оказалось Петру настоящим морем Тут уж было Где разгуляться Петр Строит в Переяславле Потешную флотилию Из этой флотилии Сохранился до наших дней Ботик Фортуна Не понимая Такие морские увлечения Сына Его мать Наталья Ириловна Решает сына Женить Как? Женить 17 лет? Да В то время Это был Самый подходящий Возраст Для Женинкова И не спрашивая Согласия сына Его женили На 20-летней Евдокии Охутиной Но насколько известно Уже через месяц Петр Разбежал обратно В Переяславлю Сохранилось подлинное Письмо Написанное Петром Своей матери Из Переяславли В 1689 году Как женатый человек А в то время Значит самостоятельно Петр I Берет в свои руки Все праздники Правления Государственными делами Сестра Софья Утратившая Редненство И силу власти Отправляется В монастырь А старший Сводный Брат Иван Передает Петру Его согласие На главенствующее Положение В их царствовании Но Петр I Продолжает Заниматься Своими Мастерными Ипотехами И до конца 17 века На Руси Сохраняется Старое правление Руководит Которым Его дядя Лев Нарышко А настоящее Бурное море Он видел Не маленький Английский Ботик А огромные Иностранные Корабли Как писал Историк Богославский Шум морских Волн Морской Воздух Морская Стихия Тянут Его К себе И с годами Сделалось Для него Необходимостью Подтребностью У него Разобьется Органическое Стремление К морю Взятие Азова Строительство Крепости Города Таганрога Строительство Нового Азовского Флота Все это Заставило Петра Задуматься О необходимости Отправиться За границу Для изучения Морского Дела И кораблестроения Великое Посольство Которое Возглавлял Франц Лефорт Прибыло В Европу В 1697 Среди 250 Человек Этого Посольства Был И простой Ультер Фицен Петр Михайлов Который Особенно Интересовался Всем Что было Связано С морским Делом И как Вы думаете Кто это Был Петр Первый За те Два Года Что он Провел За границ А это Австрия Голландия Англия Удивлялись Голландцы Когда прознали Что у них Работников Находится Федор Первый Но не только Иностранцы Были удивлены Такому уж Слишком Простому Старским Поведению Петра В Москве Среди 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 многих Когда горячей Голландцы И что там Шведы Карл Полтава Сумел Стихию Обуздать И на невеем Присмиренный Прекрасный Петербург Создать Служил он Истого Державе Отдав Все силы Для того Чтоб Восхищаясь Предков Славе Мы Вечно Помнили Его Продолжение следует